Будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Что касается демилитаризации. Ну, не хотят договариваться, ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Пошли. Качир салам алейкум. Балай алейкум. Блин. Гав полный, пацаны. Не бурят? Бурят? Ну, как я рад. Камон, укропа и... Что случилось? Почему все это происходит? Почему? Потому что получили пизд... Вот и все. Качир, пацаны, нас, украинцы, вы ебали. Слава Украине. Пацан, успех ушел. Не получилось, не фартануло. Одни требуют его запретить, другие называют подобные инициативы огромной глупостью. Его бешеную популярность в России уже называют причиной роста преступности среди несовершеннолетних. Речь сегодня пойдет о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сериал стал настолько популярным, что дети в России стали копировать поведение героев и в шутку делить территорию своих районов между собой. А в начале декабря с популярным сериалом связали убийство. В результате потасовки между двумя компаниями подростков в Иркутской области погиб 15-летний парень. Его ранили ножом, а скорая помощь не успела его спасти. Местным СМИ и телеграм-каналам люди, которые называют себя свидетелями произошедшего, рассказали, что перед тем, как ударить юношу ножом, его оппонент по драке произнес фразу из сериала «С какого ты района Чушпан?» И вот после этого понеслось. Глава Российского Комитета по защите семьи Нина Астанина направила запрос в Следственный комитет и Роскомнадзор с требованием проверить сериал. Проверить и запретить сериал, а также заблокировать все площадки, на которых его показывают, потребовала уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления, казанского феномена, и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи. Несмотря на маркировку фильма «18+,» доступ к демонстрации имеет любой желающий, в том числе несовершеннолетние дети. Мы наблюдаем, как средствами искусства через данный фильм идет распространение преступной идеологии. Подростками создаются группы и совершаются противоправные действия, транслируемые в фильме. Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что сериал «Слово пацана» снят врагами России с целью разрушения страны. Вся вот эта вот как бы романтика, которая финансируется и создается из-за рубежа для того, чтобы российская молодежь ну фактически погибла, потому что это просто смерть с точки зрения развития общества, это такая суицидальная идеология. И вот ее нам и насаждают, в том числе через этот сериал. И понятно, что те люди, которые это делают, это откровенные так сказать, враги. Это враги нашего отечества, нашего народа, задача которых создать условия, чтобы наше общество, русский народ просто погиб. Интересно, придется ли извиняться Евгению Федорову за свои слова. Но враги русского человека по его версии это российский институт развития интернета. Ведь именно эта структура профинансировала съемки сериала. Институт распределяет бюджетные деньги на так называемый патриотический контент. При этом в наблюдательный совет организации входит редактор прокремлевского канала РТ Маргарита Симоньян и заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Впрочем, не только Евгений Федоров винит в съемке сериала «Врагов России». Командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков тоже заметил в слове пацана иностранное вмешательство. Зачем такую гадость и грязь снимать в это время и показывать то, из-за чего когда-то развалился Советский Союз. Может, у кого-то далеко идущие планы и нас хотят вернуть к тем героям к тому времени и расшатать накануне большого политического мероприятия, которое будет проводиться в Российской Федерации. Я скажу, фильм демонстрирует антигероев и, получается, демонстрирует антиценности. Даже в Татарстане сказали, вы знаете, что всем этим управляют из-за рубежа. Ну и какие-то глупости на фоне этого слова пацана. Что такое пацан? Поц это, получается, такой, знаете, уголовный еврейский жаргон. И вот они вот этим гордятся. Зачем это показывается? Полная глупость. Но если в этом коротком комментарии для белорусского пропагандиста Озаренка Карпенков только начал рассуждать о значении слов в названии сериала, в другом комментарии он раскрыл тему более широко. Что такое пацан? Ведь это же, получается, такой вот, получается, термин уголовно-еврейской среды такой. Вот, получается, поц это маленький член. Маленький член у маленького мальчика. И вот, представляете, слово писюна. Что такое, получается, слово писюна и кровь на асфальте. То есть, если это разложить, уже, вот, видится во всем какая-то глупость. Наших детей в военно-патриотическом клубе мы называем ребята. Мы называем молодые люди. Мы называем парни. У них правильные ориентиры из пути, с этого они не собьются. Зато сбились пути по логике Карпенкова сотрудники завода МТЗ в Минске. Они дают немного другое определение этому словосочетанию. Вот отрывок из видео, которое они опубликовали. И словом, и делом буду Родину защищать. Слово пацана. Закон суров, но это закон. Буду законопослушным. Слово пацана. Слово пацана не просто слово. Это ответственность. Ответственность за себя, за родных и близких, за коллектив, в котором работаешь, за Родину. Пацаны МТЗ сказали свое слово. А каким будет твое? Александр Лукашенко пацанами называет силовиков, с которыми он якобы вместе с оружием в руках бандитов Беларуси в 90-х годах квасил. Силы, железные воли, пацанами, которых сегодня шельмуют, их родителями, мы брали оружие, нас было единицы, и мы их копашили на дорогах. 32 банды в Минске, огромное количество на Брестской трассе, вороги-бандитов, которые убивали наших людей. Кстати, Карпенков в 90-е был в Алмазе и Губопе и по сообщениям в провластных медиа входил в число борцов с бандитами, которых Лукашенко назвал пацанами. Хотя по отношению к себе Лукашенко предпочитает не употреблять этого слова. Не надо выкручиваться тут, я же не пацан, я понимаю, о чем идет речь. Запомните, я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так. Это пацан. Шольц это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет политики. Владимир Путин словом пацан на публике кажется не бросается. Тем не менее, жаргонную лексику употребляет. Именно эти фразы часто становятся его крылатыми. Кто нас обидит, тот трех дней не проживет. Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. И в туалете поймаем, и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт, окончательно. Российский портал Афиша Дейли опубликовал даже тест, где предлагают читателям угадать, кому принадлежит та или иная фраза. Президенту России или гопнику из сериала «Слово пацана». При этом в названии теста авторы указали, что он сложный. Мы дали его пройти выпускающему редактору новостей на нашем канале. Несмотря на то, что за цитатами Путина он следит каждый день, у него получилось отгадать 10 из 13 фраз. Сила значит, не в силе, а как-то или сила не, да, сила в правде. Вот поэтому в этом, в этом, в этой формуле заложено и... Мальчик-то не понял. Водочки нам принеси. Мы домой летим. По словам Шульца, именно Путин остановил поставки газа по северным потокам, чем поставил под вопрос 50% снабжения Германии газом. Глава МИД Украины Кулеба официально заявил, Зеленский же в Вашингтон полетел, что Киев готов, далее прямая цитата, попрыгать и даже поплясать. Если потребуется это, и его попросят сделать это, западные партнеры для выполнения выдвинутых ЕС условий для вступления Украины в Союз. Украины в Союз.